Девушки отдыхают Все замечательно Морти! Ты должен ехать со мной Куда? Назад в будущее Минуточку, что ты там ищешь, док? Топливо! Мистер Фьюжен работает на бытовых отходах Полезайте, живо в машину! Нет, 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 док Я только вернулся Мы с Дженнифер едем кататься Все, она с нами Ее это тоже касается Док, о чем ты? Ну что с нами может случиться в будущем? Мы что, станем кретинами? Нет, 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 Морти С тобой, Дженнифер, ничего не случится Речь идет о ваших детях Им нужна ваша помощь Док, давай сдадим назад Для разгона дороги не хватит Дороги? Там, куда мы едем Они нам не нужны Док, куда ты нас привез? Секундочку, Марти Видимо, в потоково-накопителе опять произошел сбой Дайте мне минуту разобраться, что происходит Марти, мне страшно Не бойся, Дженнифер Док, знаешь, что я Док, очень странный Но в будущем ты похож на Роберта Планта Из Лед Зеппелленд Нет! Мы в 2020 году Дорогой, почему он кричит? Почему ты кричишь, док? Вы что, не видите, мои маленькие друзья? Вы не видите этого? Марти, а что мы должны увидеть? Так вот, вот же все перед вашими глазами, дорогие Не трогай, не трогай, ничего не трогай Марти, скажи, чтобы она не мешала мне думать Дженнифер, не мешай Доку думать Марти! Я вспомнил Я вспомнил Это 2020 год Я здесь уже бывал Тогда на землю обрушилось сразу несколько катаклизмов Шапка, шляпа, кепка Корона Коронавирус Из-за него тогда все люди месяцами сидели дома Какой ужас! У них что, даже не было возможности выйти в магазин Купить себе одежду? Нет, они сидели дома Док, а это что? Не трогай, не трогай Новая мода 2020 года Они носят только это? Это защитная маска Дженнифер Это защитная маска, от которой они спасали свои дыхательные пути от коронавируса Ну ничего не трогайте, друзья Нам же не надо, чтобы в 1985 году оказался коронавирус Какое страшное время Да, Марти Это ужасное время Док, смотри А почему разделочная доска? Она жила Нет, там идут буквы Марти, Марти Это не разделочная доска Это планшет Это как наш телевизор Только маленький А вот эти вот надписи, которые вы видите Это живые люди Люди? Да, маленькие виртуальные люди Ну точнее, очень сложно объяснить Но я вам скажу Они следят за нами через вот эту вот камеру Помашите им Привет, люди Следят за нами? Да, они следят за нами Представляете? Дариночка, принесите, пожалуйста, две чашечки кофе нам с Ростиславом Алексеевичем Марти, Док, вы не спряжались Что это? Смотри, ожила стена Женька, это ты Дариночка Накладаешься Марти, это ты? Это я Это же мы Это же я Что происходит? Это Антон Киевский сыскал славу хулигана Я как будто хочу пересечь мексиканскую границу сейчас Сейчас тебя упакую В принципе, тут еще носки поместятся, по-моему Перевес небольшой Перевес, да Что это вообще за рассказ, что я не пойму Нет ничего ненормального, ребят За четыре моря Обещал мне все на свете Не дождалась меня? Королева звезды Ты слишком долго шел Оказалось просто Утренние звезды А чтож Поехали В прямом смысле слова поехали Пять Так вот чем мы будем заниматься через 30 лет А я уже надеялся трижды стать нобелевским лауреатом Ну, док, не волнуйся Кто знает, что там в 2021? Вы думаете, мои маленькие друзья? Ну, почему бы не попробовать влиться в 2020 год? Тем более мы же видели, как нужно это делать Давайте попробуем, мои маленькие друзья А давайте попробуем Давайте попробуем Всем привет, друзья Привет, друзья Это Утро на своем Это Дарина Лисовская Роман Выстера Ростиславский, да Всем привет, привет Мы не знаем, в каком времени Он же Роберт Планк И по какому поводу мы здесь сегодня собрались Я знаю, что мне очень жарко в халате Поэтому я, с вашего позволения, его скину Да, мне в плащике тоже Ой, друзья Вот это путешествие очень энергозатратное Прямо все силы у меня забрало И очень увлекательное путешествие во времени Я возьму, пожалуйста, разделочную доску Наверное, с собой И живую Разделочную С живыми людьми Доску Всем привет, 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 привет Нашим инстаграм зрителям Позвольте мне буквально на несколько секунд Давайте мы объясним хоть чуть-чуть им Потому что им не было видно того, что происходит в студии Они видели только наши испуганные лица Которые что-то все время кричат И док У тебя очень круто получилось, кстати Спасибо большое Быть доком Быть доком Быть доком Но я должен был стать, собственно говоря, доктором Мои родители от меня ждали именно поступления в медицинский университет Но я стал журналистом, друзья Стал журналистом для того, чтобы будить и радовать вас Вместе с моими дорогими, дорогими коллегами Любимыми моими со-ведущими Мы тебя тоже очень любим И вас тоже всех любим Мы вообще любзеобильные ведущие Да, 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 да Это было утвердительно, да Друзья, давайте напомним такие базовые знания, базовую информацию о том, как связаться с нами в прямом эфире Да нет, может, расскажем, что вообще людей ждет сегодня в прямом эфире Начнем с этого? Давай, давай, давай начнем Итак, поехали Вот что ближе... В ближайшие полтора часа вот что вас ожидает Из 1985-2020 год Что связывает, конечно же, многое Например, врачи и их самоотверженность Новые рисунки участников нашего конкурса в поддержку медиков Герой нашего времени через несколько минут в эфире Ну а следом перекличка Приглашаем в наши телефонные игры жителей Новоалександровского городского округа Для вас портативная музыкальная колоночка сегодня Сдаем ОГЭ онлайн Рома и Дарина сегодня постараются ответить на мои каверзные вопросы И получить аттестат зрелости А еще призы, подарки и другое веселье Сегодня разыграем пиццу, плед, гет для душа, мыло и кружку В двойном прямом эфире в инстаграме и на телеке Отпразднуют Международный день семьи вместе с большой-большой семейкой из ясентуков И, конечно же, посмотрим крепкие, мужские, отважные новости И нежный, бархатный авторский гороскоп Начинаем! Ну вот, а теперь... А теперь о том, о чем я хотел рассказать вначале Друзья, вот пока летит кран, покажу наш замечательный инстаграм Своё нижнее подчеркивание ТВ Рома с Дариночкой, вот вас уже тут ждут И я тоже, естественно Присылайте вам ваши приветы Тёплые-тёплые-тёплые слова Вообще, просто присоединяйтесь к нам Расскажите, как начинается ваше утро Ну, а также пишите нам на WhatsApp Присылайте фотографии своих завтраков Своих... Как день начинаете? Да, присылайте фотографии Да, как вы проснулись сегодня Присылайте на WhatsApp А номер телефона 8-962-026-01-26 И запомните, а лучше запишите Ещё один номер 333-020, код города Ставрополя 8652 Это телефон нашей студии Он вам обязательно сегодня пригодится Для того, чтобы участвовать в наших розыгрышах И получить подарки от наших партнёров Так что записали Два номера самых главных 8-962-026-01-26 Прям как стихи И 333-020 Друзья, но обо всём по порядку Важна в этом процессе структура И прежде чем мы начнём нашу развлекательную часть Начнём с вещей серьёзных Роман, расскажи нам, пожалуйста, что там в Китае И ты увидел Ой, красота, мы там сделали В Китае, да, подошли очень творчески К международному дню медицинской сестры Который был 13 мая Что сделали? В Китае, в провинции Гуандун Сотни дронов поднялись в небо Давайте посмотрим видео, как это всё выглядело Парам-пам-пам Парам-пам-пам Ух ты Это не компьютерная графика, друзья Да, это сотни То есть в небо поднялись 600 дронов Которые составляли красивые символические фигуры Как вы видите, зрелище получилось величественным и трогательным В этом году медсёстры чествуют особо медсёстры Потому что отмечают их героический труд Направленный на борьбу с коронавирусом Да, друзья, но не дроном единым, скажем так Наш телеканал, естественно, не мог пройти мимо героизма И самоотверженности медицинских работников России, мира, Ставропольского края И, конечно же, присоединился по-своему к поддержке Мы запустили конкурс героя нашего времени Я напомню, очень простые правила участия Присылайте нам работы авторства ваших детей Я имею в виду рисунки, на которых изображены врачи за своей работой Мы же эти рисунки передаём непосредственно самим медикам В медицинские учреждения Ставропольского края А также у вас появится шанс выиграть графический планшет и экшн-камеру Голосование будет уже в эту субботу Да, друзья, сегодня пятница, голосование в выходные дни Воскресенье подведём итоги Сейчас предлагаю посмотреть несколько работ, которые к нам как раз-таки на конкурс уже прислали А вот они уже Итак, это у нас нарисовала Аида Танян, 8 лет, из города Пятигорск Город Пятигорск, Танян, Аида, школа номер 142, если мне зрение не обманывает Или 112 Или 112 Едем дальше Алина Кузьмина, 15 лет Тоже прекрасный рисунок, трогательный Как вы видите, дети, дети видят по-своему работу медиков Оставайтесь дома, берегите себя и близких, и всё будет хорошо Владислава Кутько была, был рисунок Городианка Ксения, 9 лет Благодарность нашим врачам, очень красочная работа И слёзы радостные в глазах у медика, которого изобразила Ксюша Ещё одну работу посмотрим Дмитрий Шаманин, 15-летний молодой человек, вот так видит работу медиков Напряжение в глазах медицинской сестры и, как мы видим, тут непосредственно работа Очень круто, вы только посмотрите, как он нарисовал это И как чётко показал, как ты сказал, правильно сказал, трогательный взгляд медсестры Трогательный, действительно напряжённый взгляд медсестры за её работой Слушайте, я поражаюсь, как хорошо рисуют дети Наши детишки Очень хорошо И насколько передаётся именно атмосфера на этом рисунке И эмоции, и взгляд Это ведь очень трудно изобразить Да, друзья, напомню Хочется отметить, ещё напомнить, что спонсор этого проекта Компания Телка, которая предоставляет этот прекрасный графический планшет и экшен-камер Ну и ещё в продолжении темы врачей и их поддержки Небольшую статистическую информацию мы для вас подготовили Мы знаем, что есть врачи Врачи находятся на передовой сейчас в больницах Но мы на одну возрастную ступень выше от деток поднимемся И поговорим о студентах медицинских университетов всей России И конкретно о студентах нашего Ставропольского государственного медицинского университета Друзья, лишь цифры сейчас я вам озвучу На борьбу с распространением заразы в одном только нашем крае Отправилось больше полутора тысяч студентов Ставропольского государственного медуниверситета 19 из них наравне с врачами работают в так называемой красной зоне Это место заражения, где и находятся заражённые пациенты с COVID-19 Тысяча студентов на практике в качестве помощников врачей 340 работают среднемедицинскими работниками в отделениях 170 волонтёрами в медучреждениях И в знак поддержки им мы хотим передать слова и видеоролик, которые подготовили их однокурсники Студенты Ставропольского госмедицинского университета Сказать спасибо студентам за их отверженный труд И давайте посмотрим всё-таки этот видеоролик Так важно решение, ведь может случиться всё то, что других страшит Пусть силы даст небо, чтоб не ошибиться, когда в руках чья-то жизнь Отвага и смелость нужны несомненно, извешены знания и груз Сила и нежность, друг благословенных, важнейшим из всех искусств Долг этот путь трудно даётся, стать своим среди врачей Ведь у них одно общее бьётся, сердце тысячу встречей Долг этот путь трудно даётся, стать своим среди врачей Ведь у них одно общее бьётся, сердце тысячу встречей Ещё раз большое спасибо всем медицинским работникам мира России И, конечно же, Ставропольского края, друзья, вы герои нашего времени Нам очень трогательно получилось Как раз-таки именно этих врачей изображайте на ваших рисуночках И у вас есть классная возможность получить графический планшет или экшн-камеру Ну а что нужно для того, чтобы поучаствовать в нашем конкурсе Герои нашего времени, увидим в следующем промо-видео Врачи – герои нашего времени И сейчас им как никогда нужна наша поддержка Умеешь рисовать? Нарисуй этих замечательных людей Сфотографируй свой рисунок на камеру смартфона Пришли фотографию на электронную почту конкурса Свои, Дефис, Герои, Собака, СТВ, 24.TV Они стараются ради нас Останьтесь дома ради них Мы едем дальше Я захожу в Инстаграм А я захожу в Ватсап Здесь уже много-много-много сообщений прилетело Итак, 15 мая – Международный день семьи Всех с праздником Присоединяемся к поздравлениям У нас сегодня на прямом включении будет многодетная мамочка Изи Сентуков Наша коллега Все подробности позже Итак, едем дальше Доброе утро желает нам Алан Джигаев Большой-большой привет Поздравьте всех жителей Ставропольского края С днем семьи, 2000 Волк передает такое сообщение Друзья, еще раз поздравьте, пожалуйста, всех жителей Ставропольского края С днем семьи Все семьи Ставропольского края Это вам С праздником! А можно себя вот так поздравить? Да, да, да Обниму даже себе Себя же можно обнимать на самом деле? Можно, можно И еще одно сообщение Спасибо огромное Ангела вам, Хранителя, ведущий Мои любименькие Ой, спасибо Спасибо вам огромное Спасибо у Алана Он забрал свою волшебную корзину Алана, да, точно Друзья, сегодня же перекличка у нас Напомню Чуть попозже Новоалександровцы Готовьтесь Вот мы сейчас в нашем инстаграм-аккаунте Спросим победителя Одну из перекличек Забрал ли он свой подарок Все реально Более чем Так что присоединитесь к нам Мы ждем нового Александровцев сегодня Что в WhatsApp? В WhatsApp В WhatsApp У нас здесь картиночки Смотрите Такой Что это? Настрой себя на позитив Думай только о хорошем И тогда день принесет удачу Смотрите, прям строчки стихотворения раздаются Настрой себя на позитив Гони ты прочь свой негатив Вот, вот такой вот завтрак, видимо, у кого-то Класс Кострюльки, мяско Что там? Ну там что-то вкусное Опять о еде, да? В 7 часов утра говорите В 7 часов 15 минут Приятного аппетита Всем, кто сейчас завтракает, друзья Всем, кто готовит завтрак Приятного аппетита Ну, кстати говоря Продолжение темы про еду Наш первый на сегодня Розыгрыш И не просто розыгрыш А целое Огромное Подожди Ты говорила про еду А на фотографии Это что-то похожее на рыбу Я просто сейчас вот Проанализировал Проанализировал На рыбалочку Нет Просто похоже на рыбу Ну, больше похоже на курицу На рыбу тоже Ром, ты просто хочешь рассказать какую-то новость про рыб Я нет Дарина хочет? Нет Или я хочу? Я не знаю Я просто на природу хочу Здесь кто-нибудь хочет Я хочу Здесь кто-нибудь хочет Я просто предположил Вдруг это рыба И хотел подумать С утра рыбу можно есть на завтрак Почему нет? Если хочется, все, можно Если у тебя йода недостаточно До неба То рыбу нужно есть Если у тебя рыбы до неба Друзья, мы про рыбу все-таки не просто так заговорили Очередной интереснейший лайфхак прилетел из Китая Мы сегодня с коллегами обсуждали Все почему-то крутое в Китае Как так? И все инновации практически оттуда И лайфхаки И лайфхаки тоже Вот сейчас будет какой-то лайфхак Для рыбы Хохочок Сейчас давайте посмотрим Хохочок Вот так, Ромка Идешь на природку Захотел рыбку пожарить Это очень интересная Очень интересная методика Запомнил? А автоматический вертел Да Прикольно Вот как можно использовать природные ресурсы Даже на рыбалке Энергию воды Раз уж мы заговорили-то о рыбках Давайте тогда разыграем вкусную не рыбку, а пиццу от нашего партнера пиццерии Пронто Если не получается рыбку съесть, то хотя бы пиццу Вообще, на самом деле, друзья, дело в другом Чтобы рыбу скушать, нужно постараться Чтобы выиграть пиццу, нужно тоже постараться Но куда менее энергозатратно Просто позвонить по номеру 33 30 20 Это телефон нашего прямого эфира 8652, код города Ставрополь Большущая пицца от наших партнеров пиццерия Пронто Достанется тому, кто знает ответ Кто-кто ответит на очень такой необычный вопрос Какая рыба, внимание, вьет гнездо? Очень интересный вопрос, на мой взгляд Итак, 4 варианта ответа, как всегда Вариант А. Окунь Вариант Б. Колюшка Вариант С. Рыба-клоун Или вариант Д. Рыба-фугу 33 30 20 Я напомню, это телефон нашего прямого эфира Код города Ставрополь, 8652 Пока мы ждем ваших вариантов ответа Я хочу поздравить замечательного нашего подписчика Илана Джагаева С пополнением у него родились котята Друзья Он не смог забрать подарок Я уже сейчас думала, родились близнецы В день семьи кошка окатилась И свою семью завела Ну а в день семьи нам в эфир дозвонились Доброе, доброе утро Доброе утро Здравствуйте Здравствуйте, как вас зовут? Скажите, пожалуйста, давайте познакомимся Илья Илья, привет Привет, привет Откуда к нам дозвонились? Из Ставрополя Из Ставрополя Отлично Илья, рыбу любишь? Да, начнем с этого Что? Рыбу любишь? Да Ух ты Какую ты рыбу предпочитаешь? Ну, больше я люблю это Форель Воблу Воблу Ой, красавчик Вкусная, вкусная рыба А я хотел бы дополнить Илья, сколько тебе лет для начала? Двенадцать Двенадцать Ты, наверное, не сушеную воблу любишь? Да Потому что в двенадцать, Илья, любить сушеную воблу Это вопрос очень странно А пиццу любишь? Да Отлично Вот как раз-таки сейчас мы попытаем удачу Точнее, ты И, возможно, ответив правильно на наш рыбный вопрос Получишь, возможно, мясную пиццу Илья Так, расскажи нам А может рыбную? Знаешь ли ты, какая рыба вьет гнездо? Вариант А Гнездо вьет окунь Вариант Б Гнездо вьет колюшка Вариант С Рыба-клон И вариант Д Рыба-фугу Ты мог вообще представить, что рыбы вьют гнезда? Нет, честно, слышу первый раз Ух ты Тогда давай размышлять, давай думать Так Ну Какие у тебя есть мысли? Пока ответ не давай точный, давай поразмышляем Какие у тебя есть мысли по поводу того, кто может видеть гнездо? Окуня видел? Ты вообще на рыбалку любишь ходить? Да, окуня, вот мы недавно ловили Все, так, вот Савчик Так, как думаешь, окунь может видеть гнездо? Видел хоть раз? Мне кажется Гнезда окуня А? Нет, мне кажется, навряд ли окунь видит Так А рыба Дальше идем Кто у нас? Рыба-фугу давай, с конца пойдем Рыба-фугу Знаешь, что за рыба такая интересная? Да, ядовитая рыба, но тоже навряд ли И у нас остается всего лишь два варианта ответа Это либо колюшка, либо рыба-клум Давай Немо вспомним Попробуем рыба-колюшка Колюшка И мы попробуем и попадем в точку Илья, мы тебя поздравляем Ты большой-большой молодец Колюшка вьет такие гнезда размером с детский кулачок Ну вот как половинка моего условно Она сама откладывает там икру И на этом ее роль в принципе заканчивается А вот икру подрастающих мальков охраняет Колюшка-папа Вот в день семьи, как важно напомнить о функции отца Илья, оставайся, пожалуйста, на линии Расскажут коллеги, где и как забрать твой подарок С кем пиццей-то поделишься? С мамой, с братом, с папой И вот прекрасный вам сегодня уже организовали Ты добытчик, Илья Поздравляем еще раз Спасибо Хорошего дня До свидания Какие молодцы детишки На последнее время звонят очень много детишек до этого возраста Какие они разумные Как правильно мыслят И какие классные версии преподают Друзья, звоните нам 33-30-20 Я напомню, телефон нашего прямого эфира Инстаграм работает Свою нижнее подчеркивание ТВ Мы тем временем едем дальше Много всего интересного впереди Говоря про будущее Вот мы сегодня начали с будущего Да, нашу программу Будут ли в будущем люди вить гнезда? Да Не знаю, как насчет вить гнезда Но вот то, что появятся у нас такие грядки вертикальные Фермы даже, можно сказать В городах Прямо в городе будут садить овощи, фрукты и все прочее И уже это практикуется Это к какому примерно году? Прогнозируют где-то к году, так к 2050 А все почему? Есть, по-моему, даже фотография проекта Который у нас Да, да, можно посмотреть Давайте посмотрим Готовится к реализации вот такие проекты Где-то, я уже читал, такие фермы вертикальные реализованы Говорят, что они эффективнее в плане занимаемого пространства Ну и тут понятно, почему Ну да, по площади Площадь маленькая, а объемы производства абсолютно те же Да и поливать удобно И поливать Сверху поливаешь, оно все стекает Инновация, а все потому, что к 2050 году около 80% населения предполагается будет жить в городских агломерациях В городах мы знаем всегда дефицит с пространством Поэтому вот такие вот чудесные фермы должны эту проблему решить Ну, кстати, вертикальный путь А что получается? Вертикальный, да Подождите, а что получается? Это 80% населения будут жить в городе? То есть уедут из сельской местности? Ой, Ром, не поднимай, пожалуйста, такие... Знаешь, это прогнозы ученых Глубокие темы, да Мы знаем, что они могут ошибаться Я ведь правильно понял, наверное, так и все поняли Все в основном будем жить в городе Они думают, что так Но вот мне почему-то кажется, что... И будем вот такую ферму Можно у себя на большой лоджии, если позволяет Четырехуровневый укроп растет И трехуровневая петрушка И одноуровневый лук у меня сегодня взросли Кстати говоря, да, вертикальный путь мы уже поняли Путь вполне прогрессивный Алексей Форсиков, это наш коллега Понял это давно И придумал такие интересные вертикальные новости Они дали в нашем эфире Всем привет! Четверк на дворе Вертикальные новости в ваших телефонах Я Алексей Форсиков, поехали! Друзья, мы завели себе аккаунт в ТикТоке И вот вам один из наших последних видосов Наши новостные ведущие, Никита и Саша Плясали для вас танец для привлечения подписчиков Уверены, это сработает А еще там уже есть много видео от нашей утренней редакции Пожалуйста, подписывайтесь, мы очень хорошие Накануне в Весентуках прошел сначала град Ну это в принципе нормально А потом в небе появилась редкая двойная радуга Это точно на удачу Если на тучане, потом расскажите, как вам там счастье привалило Новость из Ставропольского ботанического сада Пока вы там остаетесь дома В саду у нас зацвела сирень Прекрасная, белоснежная, такая хмельная Фиолетовая, очень красивая Смотрим! Аллергики, внимание! У нас тут вот этот вот тополиный пух Без жары и без июля этот страшный пух началось Ну а кому-то может быть и в радость Обычные люди радуйтесь, а мы, аллергики, запасаемся плотками Со всем этим пухом очень хотелось бы дождика, да посильнее Вот некоторые уже и готовиться начали В Ставрополе у одного из автовладельцев закончились ковры и одеяло И он решил попробовать вот так вот защитить свою латочку Это похоже на мусорку, но вдруг поможет Друзья, как вы там на карантине? Наверное, много едите, да? Вот как, например, этот щеночек ест и прямо вот радуется Это ежедневная милота А на сегодня все Завтра в пятницу сменим традицию Буду не я, а наша Маша А я же вернусь сюда через неделю Увидимся, пока! Привет, Алексей Форсиков! После вертикальных новостей мы тоже перешли в вертикальные И не просто так, друзья, мы напоминаем, что в нашем инстаграме Вот здесь, вот свое нижнее подчеркивание ТВ Вы можете нам прислать какое-нибудь задание Нам любят, нас просят зачастую какие-то физические упражнения делать Давайте без физических сегодня А что будем делать? А что, ну что, попросту и будем делать? Что придумать? Сегодня мы посмотрим, как дефилирует Ростислав Я не умею дефилировать, я вам уже объяснял Я умею только ходить с твоевым шагом Это единственный мой навык Давайте я вот по-армейски продефилирую И раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Раз, два, три Вот такая дефилия тоже имеет место быть Военная дефилия Естественно, естественно, друзья Но очень смешно, когда ты в шортах и в холоде идешь с военным шагом Дариночка, мы хотим от тебя-то увидеть мастер-класс правильного, грамотного дефиле Роман дефилировал вчера Ты дефилируешь сейчас Итак, значит, осаночка, самое главное Спиночку взяли Нос подняли, шея какая длинная Так Со ступенечки спустил И грудь вперед не забывай Грудь вперед Обязательно Да, живот подтянули А если нет, друзья? И пошли Пошли Далеко не уходим Возвращаемся Возвращаемся Знаете, почему возвращаемся? Потому что у нас есть первое задание, друзья Ну вот Нужно всего лишь А это было не задание Это ты просто так хотел послевать, как я хожу Нет, смотри, смотри Ребят, отожмитесь по пять раз О нет, а я не могу У меня вчера была функциональная тренировка Я поэтому чуть-чуть сделаю Ну давай Да, да, да Тут просто меня Я сейчас отожмусь Что мне было стыдно После того, что я вот так вот даже сделаю Можно Вот так вот Вот так вот я сделаю Вот так вот я упаду Опять отжиматься? Да, я широкий Но это не оригинально Широким хватом Давайте что-нибудь пооригинальнее, друзья Придумывайте что-нибудь нам такое Ребята, это уже не оригинально Стоп А вот это уже оригинально Поехали Стоп Поехали А Не получается Давай здесь Держи Слушай, какая у тебя кривая голова Кривая шевелюра В общем говоря Все наши планы Слушай, тогда мне надо было пройти с книжкой Упали как этот дезинфектор воздуха С вкусом белый кедр Замечательный Со вкусом Не спрашивай С вкусом белый кедр Друзья, такой вкус у этого дезинфектора Еще меня просят закинуть ногу за голову Но если я это сделаю Я тут останусь на веки вечные Так и останусь Вот именно вот здесь вот лежать Едем дальше Фотографии в инстаграм Которыми я не могу не поделиться Прям не, не, не Не могу не Не, не, не могу не Ватсап 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 нам приедет сообщение Никита Это семья Сегодня же день семьи Естественно Это семья Наших постоянных зрителей Так А это видео Замечательного мальчика Итак Подпись к фотографиям Моя семья Разница на фото 5 лет Юлия Александровская Из Александровского То есть это И вот это Разница 5 лет Вот это Покажи еще И вот это А что там за видео Вот Привет И вот нам мальчик шлет Привет Давайте посмотрим видео Привет, русские ведущие Я за вами наблюдаю Вот так Молодец Красавчик Наблюдаю То, о чем Ростислав говорил В начале программы Из этого маленького Маленького планшета За нами наблюдают Я вам наблюдаю Сказал наш дорогой зритель Облюдаю Поэтому мы знаем Что вы за нами Следите Мы этого не стесняемся Мы этого не боимся Мы только этому рады Друзья Присоединяйтесь К нашему телевизионному эфиру К нашему инста-эфиру Своё нижнее подчеркивание ТВ Уже тысяча заданий прилетело Ну ладно Вру два И мы их обязательно сделаем Но после того Как Мы объявим Перекличка 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 Ты знаешь Вот я обращаю внимание Вы такие прям шумные Прям кричите Вы лучше бы там спели Сыграли Позже Все позже Обращаю внимание Что по-моему В нашей компании Нормальный только Ром Нормальный только Ром Он вчера Он вчера не захотел Кушать вазелин Линдом Опускать пальчик Задол он ел одуванчик Красиво Кстати Да Что с пальчиком было прости Опускать пальчик Опускать пальчик В стаканчик Пальчик в стаканчик Не хотел опускать Рома Друзья Не хотел опускать мальчик Знаете вот лучше Давайте поговорим Раз мы уже зашли Говорить Пошла речь О музыке О песнях О пальчик в стаканчик О рифмах И все прочее Об интересном и веселом Хочу с вами друзья Поделиться За всеми нашими телезрителями Известное Популярное Американское шоу Джимми Феллон Ушел на карантин Ну а от этого Я его так не смотрела Не буду Я так думала Шоу называется Шоу на карантин Менее интересным И у них прошел Мини концерт Которым они А где? Джимми Сам Джимми Феллон И музыкант Сейчас я скажу даже Музыкант Это так Так Брэндон Ури Брэндон Ури И группа Руц Исполнили мини концерт Которым спели Кавер на песню Группы Квинн Посмотрим наверное Андер Есть Андер Пресс Да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это дядечка, который в углу бородатый. Это мой любимый музыкант. Он делает ровно одно движение. А мне вот там вверху понравилось. Самое удивительное во всем этом, что обычные, стандартные музыкальные инструменты заменили любым подручным средством. Ладошки, тостерница, кастрюльки. Тостерница. Тостерница. А как ее? Тостер. Тостер. Он так и называет просто? Тостер, тостер, тостер. Просто ты одинокий тостер. На море, где так часто тонули корабли. Ладно, друзья. О, да-да-да. Это тебе подыграли. Они опять включили видеоролик. Мы должны были что-то с ним сделать. Но мы ничего не поняли, друзья. Но мы поняли, что пришла пора. Пришла пора. Кого-то закрывают, да. Вот этого дядечку. Говорят нам, закрывает плашечка утро на своем. Я вам сейчас, зрителям, да. Смотрите, какой замечательный дядя. Какой замечательный дядя в шляпе. Он открыт для вас. Он открыт для предложений, друзья. А теперь он опять спрячется от нас. Это магия. Какая грустная история. Это магия утром. Это магия утреннего эфира, редактуры, инженерии, режиссуры. О, какая магия. А как вы думаете, в Новоалександровском городском округе любят петь? Конечно. Везде любят петь. Да везде любят петь. Любят слушать его музыку. Конечно. Особенно в моем исполнении. Люди не любят слушать ничего, кроме музыки. Кроме его вокала. Кроме моей музыки. Друзья, и новоалександровцы все к нам в эфир прямо сейчас. Перекличка. И для вас портативная колонка. Вот так вот ее на плечо закинул. Чтобы не слышать песни Ростислава скидать. Да, да, да. Колоночку на плечо. Хорошую качественную музыку слушать. Вопрос простейший. Каждый новоалександровец, ответ на него знает, наверное, вместе с молоком матери впитал. Сколько колосьев на гербе Новоалександровского городского округа? Всего колосьев. Колосьев. Уже подсказка. Вариант А. Два колоса. Вариант Б. Двенадцать. Вариант С. Восемь. Или вариант Д. Десять. Это тридцать три тридцать двадцать. Напомню, телефон нашего прямого эфира, код города Ставрополь, восемь шесть пять два. В ожидании звонков из Новоалександровска. Предлагаю, друзья, вернуться в Инстаграм и выполнить два задания, которые нам прислали. Ну давай, давай. Первое. Первое. Пускай Рома от Попинмаркуесе. Пользователь с таким интересным ником задает тебе роман следующий. А, я думал, это задание кого-то от Попинмаркуесе. Нет, это исландский ник. Пускай Рома покажет, как выглядит человек, который выпил сто кружек эспрессо. А, ну-ка, ну-ка, давай. Ну что, поехали? Считайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. От хороший пошел. И пошел. Поехали, поехали. Что у нас там дальше? Так, 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 у нас перекличка. Кто там? Дозвонились к нам. Итак, я слушаю вас. Кто в эфире? Так, 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 поехали. Слушаю, слушаю вас. Идите, идите ко мне, идите ко мне. Мои хорошие, давайте, давайте, мы слушаем вас. Все, походу, отпускает меня. Мне кажется, эспрессо подействовало только на... Романа. Алло. 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 Эспресса отпускает. Алло. Алло. Ново Александровск. Ново Александра. Ау! Да, да. Здравствуйте. 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 Говорят, зовут Татьяна. Это правда? Да. Татьяна, как дела? Отлично. Вы откуда к нам дозвонились? Скажите, пожалуйста. Ново Александровск. Из самого районно-городского центра, правильно? Из столицы. Из столичной Татьяны. Татьяна, как настроение у вас? У меня замечательное. Как утро начинается ваше? Тоже хотела спросить. У меня пробуждение младшего стына начинается. Ну, это приятное пробуждение на самом деле, когда близкие люди будят, правда? Ну, наверное, но никогда это в 4 утра. Никогда это в 4 утра. Татьяна, ну в 4 утра может, как Романа в 7, спасти 100 кружек эспрессо. Сколько кофе вы выпиваете по утрам? Да. Одну кружечку. Правильно. Не надо прям много кофе пить. Вредно для здоровья. Но полезно для здоровья психологического и психического слушать хорошую музыку как раз-таки через колонку, которую мы сейчас готовы вам отдать, но только если вы правильно ответите на наш вопрос. А вопрос вот какой. Сколько колосьев на гербе Новоалександровского городского округа? Вариант А. Два колоса. Вариант Б. 12. Вариант С. 8. Или 10. Давайте вспомним флаг Новоалександровского городского округа. Помните, видите, вот представили? Да, да. Так. Давайте вспоминать. Представлять. Давайте считать. Ну там просто... Опишите флаг. Вы примерно помните, как флаг выглядит? Что там есть на гербе? Давайте. Давайте. Я путаю, наверное, вот с краевым флагом, где вот колосья идут по кругу. На нашем, скорее всего, два с левой, с правой стороны. Так, а смотрите... У нас варианты ответов. Два, 12, 8 или 10. Есть, есть сноп, есть колосья. Так, подсказка. Прям, прям вот. Вот, фу. Ага. Ага, так. Давайте вспоминать. Так, герб. Герб. Красный. Красный. Евгений, желтая. Желтая полоса. Так. Да. На полосе там... А по краям все, я вспомнила все. На желтой полосе шашка по краям. Угу. Десять там, вот четки по течке. Я предлагаю... Татьяна, смотрите, вы уже два варианта ответа озвучили, но мы все-таки понимаем, что утро, 4 утра вас подняли, это не очень хорошо. Давайте вы оба варианта сейчас вспомните, и вот как раз-таки из совокупности получится третий вариант. И он, я думаю... Давайте, смотрите, еще раз, давайте вспомним, перенесемся к гербу. Как мы уже сказали, там две красные полосы, посередине желтая, на желтой полосе шашка, по бокам шашки стоят... Колосья, пучки колосья. Там стоят, как я уже говорил, есть сноп, есть в снопе колосья. Ой, опять подсказал, не сдержался. Арифметика Романа Выстарапа. Считаем колосья на Гербина в Александровского городского округа. Татьяна, плюсуем первый и второй вариант и получаем правильный. Вот такая подсказка, самая прямая. Точнее, первый и второй Ваши варианты ответа, которые Вы озвучили. А первый был какой? Первый был два. Так, а второй? Двенадцатый. Бам! Ура! Татьяна, мы поняли, что в 4 утра просыпаться не надо. Лучше поспать, выспаться. Да. И проснуться громким звуком будильника, который будет звучать через портативную колонку, которую вы только что в прямом эфире «Утро на Суём» выиграли. Оставайтесь, пожалуйста, на линии, коллеги расскажут, где забрать ваш приз. Кстати, Международный день семьи. Как будете праздновать? Ну, возможно, сегодня будет вечерний, да, семейный ужин. Отлично, отлично. Мы вас поздравляем с праздником. И желаем вам хорошего дня. Ура-ура. Спасибо. И хорошего настроения. И хорошего настроения. Вот и перекличку мы сделали. Вот это перекличечка. Переключились. Международный день семьи практически отметили. Друзья, почитайте, пожалуйста, WhatsApp, а я подготовлю наш двойной прямой эфир. Начнем WhatsApp с фотографии. Такой милый мальчишка на фото. Ой-ой-ой, маленький. Кушает кашу. Есть, ест кашу. Есть, ест кашу. Наверное, мана. Ест кашу по утрам. Я говорю, мана. Манакана. Я как малышу так заговорил. Манакана. Как амалакана. Вот, и сообщение. Доброе утро, наш любимый ведущий. С праздником вас. Вы уже стали нам как семья с понедельника по пятницу. Вот. Наше утро начинается с каши. Это вот подпись. Ваш юный зритель Богдан. Да сколько же детишек нас смотрит, оказывается. Вот он еще раз. Этот мальчик, который ест кашу. Богдан. Какое прекрасное имя. Богдан, привет. Ну, начитались в WhatsApp? Друзья мои. Или нет? Кот. Нет. Тут кот с арбузом. Прости, пожалуйста. Я не знаю, что это. Напишите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, что это такое. Вот, друзья, это вот такой кот с арбузом. А ты хотел мирового господства? Это просто присылали кому-то родственникам в WhatsApp, промахнулись и отправили нам. Это те самые утренние сообщения в WhatsApp. Сработала у меня рассылочка. Так, друзья, вы пока там читали WhatsApp, я тут вышел в замечательную прямую линию с замечательной мамой и одной из виновных сегодняшнего торжества. Нашей коллегой Валерии Поддаваевой из Ессентуков. Привет, привет. Доброе утро. Ой, как вас много там. Лер, сейчас я выставлюсь. Вот, ребята. Вот ты. Сейчас, секундочку, я микрофончик свой сюда верну. Привет, привет. Итак, Лер. Четыре. Привет. С праздником. С праздником тебя. Четыре ребенка у тебя, правильно? Четыре. Четыре ребенка. По-моему, даже больше тех. Первый вопрос самый-самый непосредственный. Как вы пережили самоизоляцию, находясь в таком количестве дома? В четвером. В пятером. В шестером. В шестером. Папа наш, ты что у нас? Сейчас я быстро считаю. Я так накидываю по человеку. По-моему, нам теперь, нашим отношением с мужем не страшно ничего. После дистанционного обучения, самоизоляции, по-моему, мы теперь. Просто кроме. Мне интересно было, каково дистанционно учиться с четырьмя детьми? А сколько лет детям? Да, кстати. Детям старше моей дочери семь лет, она первоклассница, ее зовут Кира. Луке пять, и близняшкам Вите и Грише год и восемь. Да, не двойняшкам, но близняшкам. То есть школьница у вас одна, получается? Что-что? Школьница одна, да, получается? Школьница, слава богу, одна, потому что если бы их было гораздо больше, я думаю, у вас сошли быстрее. Я слышу, кто-то там у тебя плачет на заднем фоне. Чего хотят, чего требуют от мамы уже в семь утра-то? Что можно требовать с утра от мамы? Каши, конечно. Слушай, я думаю, пробежку. Мне тут сообщают, что вы на самой зрелстве бегать начали с семьей. Расскажи, как к этому пришли? Это не самое легкое занятие. Это мой муж, мой супруг Кирилл. Он решил, что все-таки весь пыл детский, детскую энергию, которую нужно куда-то девать, ее лучше девать прямо вот с самого утра начинать. И они в шесть утра просыпаются, делают зарядку, бегают два километра. За старшими, разумеется, малыши не бегают. Вот и возвращаются домой и требуют потом в семь утра от меня кашу. Лер, я сегодня ходил с троевым шагом, тут вспоминал свои армейские будни. Я помню, как меня, взрослого дядю, учили по утрам марш-бросок делать, там, 10-километровый, в 20-то лет. А у тебя детишки в свои-то годы уже по утрам бегают. Это не жалко? Ну почему? Они очень довольны. Они вообще у меня спортсмены, они занимаются, дочка занимается гимнастикой, сын занимается каратэ, поэтому для них это, собственно... Так а кто, кого интересно тогда смотивировал, дети папу или папа детей? Такие спортивные дети. Я думаю, вообще все... Ситуация. Мама, которая постоянно ругается, что весь дом просто вверх дном. Сделай что-нибудь. Кирилл сделает что-нибудь, и Кирилл придумал, что детскую энергию нужно направлять с самого утра в спортивное русло. Ну это классный компромисс. И полезно. На свежем воздухе. Энергию выбрасываем. Это здорово. Так, Лера, ну тебе как маме вопрос самый главный, наверное. Четверо детей. Ну для меня, человек, у которого детей пока нет, который сам еще... Тебе не понять. Семь лет назад был ребенком. Да, четверо. Ну как так? Как так? Где ты силы черпаешь, Лера? Расскажи. Да в них, наверное, и черпаю. Потому что если у меня не будет сил, то что еще останется делать? Мне никто не придет на помощь, никакой Чип и Дейл, и ничего не исправит. Вот Кира пришла. А как Чип и Дейл может прийти на нас маленькие гости в эфире? Привет, привет. Это Кира, правильно? Вот. Вот так обняла маму и все. Об усталости. Привет, Кира. Привет, привет. Помашите, пожалуйста, Кирю. Привет, привет, Кирочка. Как альтернатива помощи Чип и Дейла и сказочного патруля. Что пришел у нас один гость. Да. Что пришел? Что один гость? Это Гриша. Гришка, Гришка, гришка. Гришка, 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 не плачь, не надо плакать. Все хорошо, замечательно утро. У нас один Виктор до сих пор спит, самый дисциплинированный ребенок, он спит. Даже при вот этом вот всем. Один орет, другой что-то требует, третий еще. А четвертый спит. Круто. Гришка, а ты не хочешь братика пойти разбудить? А то как-то несправедливо. Все уже проснулись, а братишка спит. Не надо будить. Слушай, ну так себе совет. Да? От человека, у которого нет детей. Именно так, да-да-да. Такое мог посоветовать только Ростислава. Маленькие детишки, у меня к вам вопрос. Кира, Гришань, вы маму-то любите? Ага. А покажите, как сильно вы ее любите. Слушай, странный какой-то вопрос-то. Вот так. Мои маленькие, хорошенькие. Мне кажется, вот, друзья, в этой немой сцене, в принципе, и вся суть праздника День семьи. Вот в этой простой немой сцене объятий мамы и ребенка. Как планируете сегодня еще отметить этот праздник, Лера? Да у нас, собственно, каждый день праздник. Кира, как будем сегодня праздник День семьи отмечать? Есть у тебя идеи какие-нибудь? Может, у детей, кстати? Будем мы, наверное, торт испечемся. Ух ты! Самый главный праздник, это когда дома торт. Все. Неважно, в какой день. Друзья, Валерия Подаваева, Ессентуки, журналист. Пардаева. Прости, пожалуйста. Прости, пожалуйста, Лера. Лера Подаева. Вот так, теперь правильно. Журналист. Мама, Ессентучанка с нами сегодня встречает это утро на своем. Лер, тебе огромное спасибо. Красавица-спортсменка. Комсомолка. Огромное тебе спасибо. Большое тебе поздравление с праздником. Желаем вашей семье, чтобы она всегда была такая крепкая. Чтобы будни у вас всегда проходили весело, дружно. Бессор. И здоровья вам, всей вашей семье. Спасибо. Детишки, у вас крутая мама. Детишки, у вас крутая мама. Поцелуйте ее все вместе прямо сейчас. Вот так. Лер, пока-пока. Хорошего дня. Пока-пока. Хорошего дня. Спасибо. Учи, какие маленькие красивые дети. У меня спрашивают, хочу ли я после этого прямого включения детей. Подержите, пожалуйста, друзья, я хочу надеть свой микрофон. Подержите, пожалуйста, планшет «Я хочу детей». Я, да, вы знаете, на самом деле вот сейчас, увидев материнское объятие, задумался об этом. Да. Ну, я на самом деле хотел. А причем здесь с ней материнское объятие. Но сначала нужна жена. Это правда. Это такой маленький намек того, что Ростислав у нас свободен. Хватит меня. Да, что ж хватит, тоже схватит. Тут одна на прошлой неделе Нина Кривецкая меня пыталась отдать в эти... Давай, Ростислав, расскажи. Вы семейные. Какая, какая, какая в твоем понимании тебе нужна женщина, девушка, спутница? Чтобы она была собой и чтобы я ее любил. Запомнили? Все, была собой и я ее любил. Все, критерии очень простые, друзья. Очень простые. Быть собой. Не важно, блондинка, брюнетка, шатенка, рыжая. Быть собой. Это самое главное. Искренность это самое редкое качество. Прямо как слоган такой. В современном мире, как мне кажется. Будь собой. Будь Ростислава женой. Да, точно. Наши подписчики сообщают. Надя Скарга. О, Надя, привет. Пишет. У меня тоже четверо детей и поверьте, это не так уж катастрофично. Главное любить своих деток. Ура, ура. Что самое важное? Это любовь. 50 лет побед нашу любимого. Роман, можно еще одно сообщение прочитать? У моих младших дочерей разница 10 месяцев одна. Бежит, другая ползает. В кучку не соберешь. Но ничего, справились, помогали старшие дочери. Класс. Ну, вообще, на самом деле, вот, когда многодетная семья, в семье много детей, они друг другу ведь помогают. И нет такого, это в нашем представлении, что сразу взяли, родились 5 детей, и все они маленькие, кричат одновременно. А я сразу вспоминаю мультфильм про осьминожек, помните? А я про обезьянку, мама-обезьянка, которая вот не могла поймать своих детей. А я вспоминаю и вижу, что сейчас в прямой эфир включилась наша коллега Юлечка Верещак, тоже мама троих детей. Давайте, друзья, поздравьте Юлечку-то с ее праздником. Юлечка! Мы тебя поздравляем! С днем семьи! Юлечка, скучаем, ждем, поздравляем тебя, с днем семьи, всем твоим троим замечательным детишкам. Подожди, а что это мы на «ты» прям такие прям свои? Ну, это же Юлечка, она шла. Едем дальше, друзья, много интересного впереди. Для многих мы уже семья. С праздником, по пятницам, нам уже это сообщили. Я хочу рассказать замечательную историю тем, кто предпочитает утро встречать с утренней программой на своем ТВ и с газетой. Сейчас режим самоизоляции в мире везде, и финны придумали очень интересный концепт газеты, которая вынуждает тебя держать социальную дистанцию. Напоминает, очередной раз напоминает, что соблюдение дистанции сейчас очень важно. Для того, чтобы это напоминание увидеть, нужно положить газету, отойти от нее на полтора-два метра, и тогда визуализируется надпись. У нас, по-моему, даже есть фотография. Вот она, газета выглядит. Выглядит вот так, обложка. А давайте, смотрите, я попробую. Это если смотреть на нее вблизи. А если отойти? Да, если отойти. Через экран на ней. А, вот. Если отойти дальше, то сразу та самая надпись. Это на самом деле, да, мне кажется, не самый инновационный способ. Я помню, что в детстве вот эти оптические иллюзии, да и в интернете их полно. Я так любила, очень. Было вообще с запасом. Ну, все новое – это хорошо забытое старое. Это старая признака. И она… Надпись гласит «Соблюдайте дистанцию», она еще важна. Она еще имеет значение. То есть она еще имеет значение. Да, друзья, имеет значение и наш… Лучше всего… Роман Выстероп. Да. Роман Выстероп имеет очень важное значение. Лучше всего не дистанция, это остаться дома. А чтобы дома было уютно, что нужно? Поучаствовать в нашем розыгрыше. Включить утро на своем и поучаствовать. Плед. Нужно мыло душистое. Кружка. И кружка, в котором будет горячий шоколад, чай или кофе. И романтик, вот такой вот чудесный романтик. Романтик, слушай, ну правильно. Как, как мило, в день семьи такое… Завернулся в пледик. В пледик. Налился же чаечек в кружечку. И, значит, романтик у тебя. Искупался, пахнет приятно. Сам себя спрятал в плед, дышишь с благоуханиями. Тут у нас что, розами, розами дышишь и пьешь теплый горячий чаек. Друзья, все это предоставляют наши партнеры. Копейкин дом. Дом. Друзья, чтобы выиграть вот этот замечательный набор, нужно ответить на очень незамысловатый, но в то же время интересный вопрос. Назовите слоган магазина «Копейкин дом». Вариант А. Все и каждому. Вариант Б. Копейка, рубль бережет. Вариант С. Копейка, всему голова. Вариант С. Есть копейка, будем жить. Вариант Д. Есть копейка, будем жить. А зачем вы в дуэте все время читаете варианты ответа? Все, Роман. А тебе это не нравится, да? Нет, мне просто интересно. Потому что мы дуэт. Мы уже это, спелись, спелись. Рома заревновал. Посмотрите, как выглядит ревнующий Рома. Вот так вот я вам покажу. Вот так вот. Можно мне на ладошку Рома положить? Нет, у тебя не получилось. Ложка положить. Ромчик, давай подвинься. Ром, подвинься к ладошке. Мы помирились с Ромчиком. Вот мы помирились. Подожди. Вот так. Нет, вы должны были мизинчиками. Дай пять, Ром. Дай пять. Мирись, мирись, мирись. Мы с Ромом помирились. И больше не дерись. Друзья, 33-32. Давайте пообщаемся лучше со зрителем нашим. И знают уже этот телефон. Знают, наверное, ответ. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Светлана. Светлана, вы откуда к нам дозвонились? Из Ставрополя. Из Ставрополя. Замечательно. Светлана, как вам вот такой вот уютный наборчик? Вообще понравится? Я думаю, очень. И пригодится даже. Я думаю, Светлана, честно говоря, вы этот день без этого набора не начнете. Теперь уже вы в него влюбились. Мне так кажется. Ну а что бы он стал вашим? Возможно, и он уже влюбился в вас. Посмотрите, какой замечательный. Такой розовенький. Красивенький. Отлично. Роман, Дариночка, напомните, пожалуйста, как выиграть. Почувствуйте, какой нежный. У меня инстаграм отпал. Нежный, очень нежный. Пока Ростислав настраивает инстаграм, Ром, давай напомним. Класс, он такой классный. Ну все, ну все. Это мы, Свет, мы для чего это все делали? Он прям очень мягенький. Все. Так, не спать. Настолько он приятный. Что за... Светлана, это все вам может достаться, если вы ответите правильно на наш вопрос. Ром, напомни его, пожалуйста. А что это я? Ну вот ты напоминай. Давай, Дариночка, напомни. Ну ладно, раз уж так. Назовите слоган магазина «Копейкин дом». Все и каждому. Копейка рубль бережет. Копейка всему голова. Или есть копейка будем жить. Очень такой российский слоган. Копейка рубль бережет. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Потому что, потому что, действительно, копейка рубль бережет. Да, Светлана, вы большая молодец, но я вас покидаю. Скоро увидимся. Свет. Хорошо, договорились. Спасибо вам большое за участие в нашем розыгрыше. Мы вам немножечко даже завидуем, потому что... Теперь у вас есть прекрасный плед, в который вы замернетесь, выпьете с кружечки чайку, обмажетесь, что там, ароматерапия или что-то. Свет, мы вас поздравляем с победой и еще раз поздравляем с праздником, с днем семьи вас. Хорошего вам настроения и хорошего дня. Спасибо вам большое. Итак, все. Ты что, вернулся? Смотрите, Ростислав очень нагло себя ведет в студии утром на своем. Он что хочет, то и делает. Хочет, приходит, хочет, уходит. Хочет, хочет, маску забирает. Вообще, маску забрал. Вот здесь у нас лежала маска, он взял ее и забрал. Как это называется? Он очень смелый, я бы сказал, такой, знаете, отважный, отважный Ростислав с отважными новостями. Прямо сейчас. Да, поехали. Покой нам только снится. Это отважные новости, это важный Ростиславский дан по коням. Отважные промышленники Ставрополья объединились в борьбе с коронавирусом. 20 предприятий края разного масштаба профиля и объема собрали всю мощь в кулак и левым апперкотом ударили в морду заразе. Посудите сами, 350 тысяч дезинфекторов, 110 тысяч антисептиков, 100 тысяч масок, 4,5 миллиона пар бахил с начала пандемии изготовили наши промышленники. Молодцы! Молодцы! Был бы Лениным, вручил бы орден собственного имени. Награды достойны и эти ребята, невиномысские охотники за агентами, инфекционными агентами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не спрятался от ока всевидящего и этот криминальный дуэт. Большой брат увидел и запомнил навсегда эту кражу лука и картофеля из продуктового гастронома в краевом центре. Полуприседом, с потом на лбу, уверенно идут воришки к обвинению в воровстве. Эту силушку богатырскую, да в легальную экономику бы. Эх! А вот, а вот герой следующей новости свои-то силы и знания направил по назначению. Правда, уже будучи в тюрьме. Преступление, наказание и просветление. Такую трансформацию духа претерпел заключенный в исправительной колонии номер 3, что в селе Краснокунском. Он научился рисовать в технике православной росписи. Да так отрадно, что от теории перешел к практике. Реставрирует храм Пресвятой, покрова Пресвятой Богородицы. Вот она, сила слова праведного и уголовно-исправительной системы. Тоже в заключении, но не в четырех стенах, а в четырех волнах находится она. Ставропольчанка Любовь Тишина. Женщина застряла на острове. Обитаемом, благоустроенном, зажиточном, но чужом. Землячка не может покинуть Маврикий. Клочок земли на карантине. Там круглосуточный комендантский час. Страшнее другое. Цены на билеты домой. До четырехсот тысяч рублей в одну сторону. Откуда деньги взять-то? Эх, Люба-Любушка-Любаша, возвращайся, солнце наше. Инстаграмчик, будьте добры на базу. Любушка-Любаша. Девять человек к нам присоединились. Так, друзья-друзья, давайте вернемся в WhatsApp. WhatsApp. WhatsAppчик у нас молчит пока. Папа FaceTime. Тишина в WhatsAppчике. А, я вспомнил, мы одну задачу не выполнили. Роман, нам с тобой поставили следующее целеуказание. Возьмите, пожалуйста, бумагу. Следующую цель нам поставили. Представим, что сейчас Дарина запалила случайно свои штаны. И у Дарины горят штаны. Нам с тобой нужно ее эвакуировать. Запалила штаны. О, смотри, мои штаны. Смотри, горят штаны. Штаны горят. Горят штаны. Штаны горят. О, Рома, Рома, вызывай, вызывай всех, вызывай всех. Горят штаны. Горю и я, Рома. Алло, у нас пожар. Спасибо, Рома. Да, вот такая вот миниатюрка из Инстаграма, рожденная сейчас в эфире «Утро на своем». Знаешь что, когда штаны горят, вот так вот надо делать. Ты танцуешь опять. Это уже танец. То есть, может быть, люди хотели это увидеть, что вот это. Хорош, хорош. О, смотри, что творит. Что творит это? Вот так, дядька? Нет, вот так. Какой дядька-то бородатый, какой дядька-то красавчик. Это так мы и написали, да? Это я сказал, это авторская, авторская. Да, друзья, Дарине повезло, ее штаны не загорелись. Да слава богу. Верите ли вы вообще, друзья мои, в удачу? Фортуну? Есть одна картиночка, давайте посмотрим и потом поговорим об удаче. Что такое удача? Посмотрите. Что значит повезло? Кот опрокинул аквариум с рыбкой. Внимание, аквариум перевернулся, упал на пол, вода осталась в аквариуме, ну и рыбка, соответственно, тоже. Да, закупорила сама себя. Да. Вот это да, вау. Как? Вот скажите, как? Удачный день. А знаете, почему рыбка, наверное, золотая? Золотая рыбка? Не простая рыбка золотая. Да, рыбка молодец. Но от печали до радости. От печали до радости. Недалеко и как же и обратно. Я не знаю дальше. А долго ли она так сможет? Кислорода ведь нет. Но хозяин-то есть. Ну... А вдруг он уехал? Но она же хочет жить. Но все-таки удача ей улыбнулась. Удача ей улыбнулась, друзья. Улыбнется ли удача нам? Узнаем сейчас. Сейчас, да. И вам, кстати, тоже. Авторского гороскопа. Марина Петрова прямо сейчас в нашем эфире. Всем привет, с вами Марина Петрова. И это мой авторский гороскоп на 15 мая. Овны. День не обещает быть идеальным. Но может произойти много хорошего. Главное, не проводите время в бездействии. Сейчас стоит активно двигаться, особенно в направлении профессионального роста. Тельцы. День у вас будет насыщенный. Появится много дел, с которыми вы справитесь наилучшим образом. Сегодня вашими лучшими помощниками должны стать организованность и самодисциплина. Близнецы. Внимание к деталям сегодня поможет вам не только избежать неприятностей, но и других людей удержать от ошибок совершения ложных шагов. Раки. День для вас окажется весьма необычным. Сегодня вы будете изобретательны, как никогда. Высоковероятность стать центром внимания, а также нарваться на невероятные приключения романтического характера. Львы. Сегодня вами овладеет оптимизм, поэтому повсюду, где вы окажете, воцарится атмосфера легкости и светлости. Также в этот день не исключено получение прибыли и подарков. Девы. Сегодня от вас потребуется решительность действий, благоприятный период для профессиональной деятельности. Появится возможность заложить хороший базис для дальнейших успехов. Весы. Деловую активность лучше сегодня ограничить. Вам следует внимательно отнестись к собственному здоровью, так как существует высокая вероятность травм и несчастных случаев. Скорпионы. Сегодня вы можете улучшить любовные, семейные, партнерские отношения, разорвать связи, оставить в прошлом все, что вас тормозит долгое время. Рекомендуется уделить время домашней рутине, либо же семье. Стрельцы. Сегодня у вас произойдет некоторая переоценка связей. Дружеские могут трансформироваться в романтические. Какие-то взаимоотношения и вовсе могут исчезнуть. Хороший день для контактов с друзьями любой коллективной деятельности. Не исключено получение прибыли. Козероги. Для вас наступает тяжелый период во взаимоотношениях любого рода. Будет проявляться чрезмерная импульсивность, властность и агрессивность. Вероятны конфликты на почве повышенных, неоправданных требований партнера. Водолеи. Сегодня не исключены небольшие денежные поступления, которые окажутся весьма кстати. Благоприятны любые денежные вложения, дорогостоящие покупки. Также рекомендуется составлять планы по распределению денежных средств. Рыбы. Вас в этот день могут приобщить к решению чужих проблем, выполнению обязанностей других. Вам предоставится возможность наладить отношения с людьми, с которыми до этого возникли недопонимания. С вами была Марина Петрова. Отличного настроения и хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин так же, как поешь. Отвратительно. Это был Роман Выстароп и его экспресс-комментарии насчет моих танцев. Нам же придется, друзья, ехать дальше. Роман машины, сообщают наши подписчики. Начался дождь, будем сидеть дома, пишет Ришка Верещак. Но, друзья, сидите дома и без погодных катаклизмов по нескольким причинам. Во-первых, потому что самоизоляция. А во-вторых, потому что на своем ТВ много всего интересного. А так как я машина, ребят, садитесь. И поехали. Приглашаю вас, с вами, и вас, дорогие зрители, и поехали дальше. Вот что интересного ждет вас в эфире сегодня и ближайшие выходные. В 18.30 актуальные темы на «Злобу дня» обсудит с гостями Анастасия Ивановская в прямом эфире. В 19.30 о самом важном в жизни Ставропольского края расскажут наши коллеги в информационной программе «Новости на своем». В 20.00 сериал «Банды». Два друга заканчивают военное училище и готовятся вступить в жизнь. Для них она кажется перспективной, радостной и светлой. Но время было непростое в 90-е годы. В 22.00 художественный фильм «Нечаянные письма». Школьница-бунтарка получает таинственные странные письма, трогательно и глубоко рассказывающие о ней самой. Кто бы это мог разговаривать с ней на языке писем? Поиск таинственного автора изменяет ее жизнь. Не пропустите сегодня в 22.00. И уже в эту субботу, 16.00 мая, в 15.00 художественный фильм «Идиот». Эталонная экранизация знаменитого романа Федора Михайловича Достоевского. Первая часть. А в воскресенье в это же время смотрите вторую часть. 17.05. Премьерная серия телесериала «София. Жизнь чистого листа». Как начать новую жизнь после развода? София и Каспер приняли идеальное, на их взгляд, решение. Чтобы не травмировать детей и не нести финансовые потери, они все остались в одном доме на разных этажах. Но разве можно избежать трудностей, продолжая жить под одной крышей? В воскресенье в 2020 о самом главном за прошедшую неделю в итоговом выпуске информационной программы «Новости на своем итоге». В 21.00 художественный фильм «Примадонна» Флоренс Фостер всегда мечтала петь на сцене. Вот только слухом и голосом природа ее не наделила. Но разве отсутствие таланта – это препятствие для человека, который изо всех сил стремится к своей мечте? И еще один прямой эфир – вот эта вот штучка. Ее Роман сегодня называл разделочной доской. На самом деле, это планшет. В нем запущен Инстаграм. Инстаграм звучит следующим образом. Собачка. Своё, нижнее подчеркивание, ТВ. Друзья, каждый день в 7 утра – это мы. И в 5 часов вечера в этом аккаунте выходит в прямой эфир наша подруга Настя. Вот тебе здрасте. Интересные беседы с блогерами и просто крутыми личностями Ставрополя. Сегодня у нее в гостях певец Ашот Мусайлян. Присоединяемся. Присоединяемся, слушаем и поем вместе с ним. Будут веселые песни от Ашота. Веселые песни. Так, ну что, друзья, подходит к концу наш эфир. А вы бы так не улыбались, детишки. Он очень хороший музыкант. Вы бы так у меня не улыбались, мои маленькие дружище. Дариночка. А что происходит? Ромочка, это тебе. Так, сейчас я секундочку подниму свою цифровую штучку. Цифровую. Секундочку. Секундочку. Это тебе, Роман. Это тебе, Дарина. Спасибо. Итак, хватит шуток на сегодня. Понятно вам? Лица серьезные сделайте. И вы серьезно, всем серьезно сейчас быть на местах. Убрать телефоны. Оставить на столах только ручку и бумажку. Да? Молодцы. Мы будем сдавать экзамен. Замолчали. Тишину поймали все. Тишину поймали. Дариночка, Ромочка. Тихо. Готовимся писать. В правом верхнем углу пишем имя, фамилия. Пишем имя, фамилия. В правом верхнем углу. Быстрее. А я не успеваю. Быстрее говорю. А если не помещается, можно переносить? Не надо мне вот этих ваших езли. Берете и пишете. Пишем. Имя, фамилия. Написали? Да. Да. Покажите. Молодцы. Плохо написали. А если я наоборот фамилию, а потом имя? Чего страшно? Страшно, Рома. А у меня вот здесь не помещается. Все, вы меня уже выбесили. Едем дальше. Посередине пишем следующий текст под диктовку. Заявление? О-сновной. О- первая буква. Не А, Рома. О-сновной. Го-су. Телефон? Телефон сюда дай. Телефон сюда дай, говорю. Сказал. Ручка, бумажка и мозг твой. Пусть и говорила, не говори, телефон забыл. Мозг дома забыл опять? Да мама мне написала. Го-су-дарственный. Я сейчас маме твоей сам отвечу. Понятно? Я ей там такое понапишу. Такое понапишу. Так, мама Романа, вы где? Почему вы пишете сыну? Отвлекайте от экзамена. Экзамен сдаем. Основной государственный эк-за-мен. Написали? Да. Молодцы. Вопрос номер один. Писать не надо вопрос. Надо писать ответ. А я уже написала. Не надо. Зачеркни, Дарина. А латинскими? Латинскими или... Славянскими, Роман. Славянской письменностью, Вязью пишем. Пишите, Пиши. Итак, вопрос. В каком году на замковом холме Новоархангельска был построен дом губернатора с железной крышей? Что вы на меня смотрите? Это не розыгрыш пиццы. Ответов не будет вариантов. Из головы своей достаем варианты ответа. Что там у вас? Сюда дай. Сюда дай, говорю. Я готовился, между прочим. Вот. Это оно. В каком году? Я напомню вопрос. На замковом холме Новоархангельска был построен дом губернатора с железной крышей. А есть варианты ответа? Я же говорю, это не пиццу мы разыгрываем, а основной государственный экзамен. Едем дальше. Второй вопрос. Y-хромосомы какой гаплогруппы преобладают в ДНК Нивхо в Сахалинской области? Я повторю вопрос. Рома, что смешного я сейчас сказал? Y-хромосомы какой гаплогруппы преобладают в ДНК Нивхо в Сахалинской области? Дарина, я тебе сейчас руки расцелую. Понятно тебе? Вы написали ответы? Дарина, я все вижу, Дарина. Третий вопрос. Внимание на мои глаза. В глаза мне смотрите. А это Инхи и как? Рома, ты где был все эти 14 тысяч лет, когда учился в школе? Дарина! Вот эти вот ваши ребячества? Ребячества вот эти вот ваши. Все, родителям расскажу. Дневники мне потом на стол и к заучу пойдем. Понятно вам? Третий вариант, третий вопрос. Найдите ошибку в формуле выигрыша первого игрока в антагонистской игре по теории игр. Телезрители, а вы что, молчите сидите? Участвуем в нашем основном государственном экзамене. Понятно вам? Еще раз повторяю вопрос. Найдите ошибку в формуле выигрыша первого игрока в антагонистической игре по теории игр. Рома, что там у тебя? Поправил кепку просто. Что там у тебя? Покажи мне кепку свою. Кепку мне сюда свою дай. У тебя там что, опять подсказки какие-то? Что это? Посмотрите сами. Что это такое? Я тебе говорю. Что это такое? Мама Ромы, где ты? Где твоя мама, Рома? Почему у вашего сына здесь какие-то надписи? Вы что, хотите, чтобы ваш сын не очень так и остался? Я, 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 я. Я не знаю, что с вами делать. Итак, вы написали формулу? Да. Найдите ошибку. Повторяю. В формуле выигрыша первого игрока в антагонистической игре теории игр. Написали? А вы написали? Вы написали? Вы нашли ошибку в формуле выигрыша первого игрока в теории игр? Я у вас спрашиваю, вы что, меня игнорировать собрались, что ли? Вы меня игнорируете или что? Вы что хотите? Чтобы я нервничать начался? Ой. Ростислав Алексеевич, можно как-то поаккуратнее. Вариант четыре. Вопрос точнее номер четыре. Зачем вы сейчас потрогали меня? Я проверял, не осталось ли у вас там шпаргалок. Вариант четыре. Записываем вопрос. Чем является протокинеза А в неактивном состоянии? А третий какой был? Ты меня сейчас, Выстараб, доведешь до белого коленя. Ты меня сейчас доведешь, говорю, до белого коленя, Выстараб. Веди себя прилично, как человек, а не как... Человек. А не как Выстараб. Чем является протокинеза А в неактивном состоянии? Вот протокинеза А, вот ваши листочки, вот ваши бумажки, пишите. Макароны. Какие макароны, Выстараб? Похоже на макароны детские. Какие макароны? А еще телефонный шнур. Рома, протокинеза А в неактивном состоянии это. Дариночка, подскажи, ну, я сейчас сообщу. А в активном они выпрямляются? Это я у тебя должен спросить, а не ты у меня, Рома. Ты где был все 13 лет свои? Можно выйти? Нельзя. А что делать тогда? А если очень нужно? Зачем? Ну, 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 туалет. Неловко как-то. Сдаем сюда листочки. Листочек сдаем сюда. Я еще не успела написать. Ты пиши, пиши, еще один вопрос. Выстараб же, как обычно, в туалет. Как обычно. Что ты там пишешь? Листочек сдаем? Иди быстренько. Давай уже. А ты куда? Еще один вопрос остался. Вы же сказали, сдавал. Не хочешь, да, все-таки в туалет Выстараб? Передумал. Ну, я бы тоже передумал на твоем месте. Понятно? Последний вопрос. Сообщите точные координаты самого одинокого дерева на земле. Дерево Тенера. Сообщите координаты самого одинокого дерева на земле. Дерево Тенере. Вот вам фотография, подсказку даже. В пустыне. А что это за машина? Координаты. Восточная, западная, южная, северная. 4,1. Верхняя апострофа. 0,32. Зачем я вам подсказываю? А по цельсию писать или по Фаренгейту? Температуру мы с тобой измеряем, что ли? А, это температура, да? Написали? О, ну ты чего? Написали, я спрашиваю. Показывайте мне. Написали. Ох, никакой, никакой душевного спокойствия с этой работой у меня не будет. Ну-ка, что вы там понаписали? Что вы там понаписали у меня, покажите мне. Ну, это просто какая-то, какая-то жесть. Я не могу на это смотреть. Мне плохо. Внимание, внимание. Хорошая новость для всех школьников. ОГЭ отменен. Что? Поздравляю вас. Всем пока, друзья. Спасибо, что были с нами этим утром. Он опять над нами поиздевался. Ростислав, пока тебе. Уходим, пока. До свидания. ОГЭ отменен. Ребята, поздравляю вас. Мы вас очень любим. Все, всем пока. Да. Водички нет ни у кого. Нет водички. ОГЭ-то, быть может, и отменен, мои дорогие телезрители. Но утро на своем отменять никто не собирается. Думали, что я шутки с вами шучу А вот в понедельник в 7 утра Настоящие шутники Ох, какие шутники в кавычках С вами его и встретят Понедельник, новая неделя 7.00, Антон Киевский Анна Кривецкая, Маша Никитина Готовьтесь, вот там будет Настоящая жесть Пока-пока, друзья, это Утро на своем Ростиславский Дантом, Дарина Лисовская, Рома Выстароб Меня бросили, оставили наедине Любим вас, целуем И вас тоже, наши инстазрители До новых встреч, хороших вам выходных